О них знали, о них говорили, но их никогда не видели. Воздушные силы ВСО впервые показали, как выглядит их главное противодействие российским дронам — комплекс ПВО Skynex. Учитывая, что кадры обнародовало воздушное командование Запад, куда дроны долетают реже всего, логично предположить, что данными установками вооружены и другие регионы, которые регулярно показывают отличную статистику уничтожения вражеских БПЛА. К примеру, накануне наше ПВО уничтожило 24 шахеда из 24. Судя по обнародованному видео, Запад Украины защищают стационарные установки Skynex, однако есть они и на подвижных платформах. Очевидно, показанный комплекс работает именно на защиту одного из объектов. Однако в целом Skynex — это лишь одна из ступеней эшелонированной системы ПВО Украины. Но если цель небольшая и низколетящая, как, например, шахед, сбивать его ракетами не будут. Это готовая цель именно для установок Skynex. Одним из лучших известных результатов его работы остается ночь на 25 ноября прошлого года, когда Украина отбила одну из наиболее массированных атак дронами. Сбито было 74 из 75 дронов. При этом около половины приземлил именно Skynex. Эти зенитные арт-установки — новейшая разработка немецкого оружейного концерна Rain Metal. Официально они были представлены лишь за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину. Комплексы еще даже не успели поставить на вооружение самой Германии, но они уже работают в Украине. Они эффективны против дронов, БПЛА, низколетящих крылатых ракет, любых объектов, которые находятся в режиме дозвукового полета и на небольших высотах. В этом и сама суть малого радиуса действия эшелона. Он прикрывает города, объекты важные, а также непосредственно даже комплексы тоже ПВО среднего и большого радиуса действия. Пушечный модуль оснащен радаром наблюдения X-Band, который использует принцип автономного поиска сектора стрельбы. По сути, установка автоматически в режиме 24 на 7 выслеживает цели буквально в 3D-проекции. Учитывая, что россияне с недавних пор используют дроны черного цвета, эта функция становится особенно актуальной. Ведь увидеть темное пятно на фоне ночного неба очень непросто. А вот радары не пропускают ни одной движимой воздушной цели в радиусе нескольких километров. Они вооружены 35-мм пушками. Они работают в автоматическом режиме. И у них применяются так называемые программируемые снаряды АХЭД и 35-мм. Дальность стрельбы такими снарядами до 4,5 километров. Но для того, чтобы сбить ШАХЭД, необходимо 1-2 боеприпаса. Скорострельность этого орудия достигает тысячи выстрелов в минуту. А учитывая точность автоматизированную систему прицеливания и ведения огня, промах фактически исключен. На испытаниях Skynex умудрился одним выстрелом сбить рой из 8 небольших беспилотников. С такими показателями одна немецкая установка способна уничтожать несколько сотен воздушных целей менее чем за 60 секунд. Что позволяет с уверенностью заявить, ни одна группа авиации, либо рой беспилотников не способен пройти зону поражения Skynex и уцелеть. РЛС постоянно отслеживает ШАХЭД. Радиолокационная станция определяет точку встречи снаряда с ШАХЭДом. И, соответственно, перед выстрелом программируется снаряд на определенную дальность. И снаряд, подлетая к ШАХЭДу, он взрывается, создавая сплошное облако осколков, через которое проходит беспилотник. Неважно, это ШАХЭД, Ланцет, это Орлан, там. Неважно. Также на комплексы возможна установка лазерных пушек Аэрликон. Словом, как и большинство западных орудий, Skynex — это универсальная платформа, на которую возможно устанавливать довольно разнообразное оружие. Кроме оружия, в Skynex есть возможность дополнительной установки усиливающих модулей. К примеру, для использования комплекса в зоне боевых действий в установку ПВО интегрируется модуль дистанционного управления огнем, когда боец не рискует быть убитым ответным огнем и работает из укрытия. Также присутствует возможность одновременного контроля нескольких орудий или, при необходимости, установки дополнительных радаров. К слову, Украина стала первой страной в мире, где Skynex проходят реальную проверку боя. И, судя по ежедневным отчетам сил ПВО, проходят ее весьма успешно. Количество этих установок, естественно, держится в строжайшем секрете. Однако, учитывая, что их уже начали официально показывать, очевидно, установок достаточно. В паре с теперь уже украинскими F-16, которые также впервые продемонстрировали к Дню Воздушных Сил, российским дронам шансов пролететь туда, куда они были запущены, осталось в разы меньше. Продолжение следует...